Всем привет! Начинаем новый влог. Это, скорее всего, будет влог из поездки в Украину на свадьбу моего брата. Мы сейчас собираемся, я уже практически готова. Честно говоря, я как-то особо долго не искала платья. Точнее, я искала, а потом уже была не до этого, я занималась своим здоровьем. И вы знаете, так удивительно, девушка продумывает свой образ там за несколько месяцев, готовится, ищет то самое безупречное платье, аксессуары. Возможно, там учатся делать макияж, или ищет хорошего визажиста, делает пробную прическу, или хотя бы ищет толкового парикмахера. А у парней все гораздо проще. Они надевают или свой единственный костюм, или просто заходят в первый попавшийся магазин, покупают костюмы, и на этом все заканчивается. Не знаю, как у ваших мужей, а у Томака именно так, поэтому сейчас мы приехали в Сиренаду. Он намерен купить костюм, который присмотрел себе онлайн. Он прекрасно знает свой размер, они всегда хорошо сидят. Так что мы сейчас быстренько все сделаем и поедем домой. Начинаю собирать чемоданы. Заранее продумала косметичку. Тут какие-то подарки и вообще гораздо больше декоративной косметики, чем я обычно вожу с собой. Но в этот раз я буду красить не только себя, а как минимум маму на свадьбу на второй день. И не исключено, что еще кого-то, потому что у нас будут гости. Если еще успею, то на всякий случай просто беру. А то я всегда, знаете, собираю то, что подходит конкретно мне. А потом уже несколько раз бывали такие ситуации. Оль, накрась меня, а мне даже нечем. Хотя у моей мамы есть там что-то, но я знаю, что ей подходит больше всего. Если бы я красила только себя, я бы обошлась вот этим и одной помадой. И если кто-то еще попросится, то я уверена, что вот этими цветами я смогу сделать несколько разных макияжей. Кисточки вот эти буду мыть. Это я подготовила подарочки для Вали, для жены моего брата. Патча дала тоник от Pixi. Достала по хорошей цене тинт от Armani в 11 оттенке. Очень красивый, нежный. И какой-то там уход для жирной кожи от Айзенберг. Для мамочки я тоже везу подарки. Уход от Айзенберг, увлажняющий крем. Румяна очень красивая. И вот этот тинт от Armani, он, конечно, красивый. Что это за номер? 44. Я покупала его для себя и думала, что это будет замена пигмента от MAC. Так, обожаю его, этот Тан. Я вот не могу сделать праздничный макияж без него. Но они отличаются по цвету. И вот этот тинт более персиковый. Мама загорела постоянно. У нее вообще другой оттенок кожи. Такой более теплый и более темный. Так что возьму ей. Я пробовала ее красить. На ней это бомба. И я уверена, что она будет пользоваться им каждый день. Так что, чтобы добро не пропадало, везу все это своим самым родным и близким. Все. Собираю и дальше посмотрю, готово ли у меня все для мальчиков. Девчонки, все-таки сушилка это очень классная вещь. Особенно, когда ничего не успеваешь. Так что, стираю, сушу. Стираю, сушу. Так и живем. Взяла очень много летних вещей. Не хочу, чтобы мама запаривалась по поводу стирки. Так что, тут все. И шорты, и футболки. И даже одни джинсы взяла. Спортивные штаны. Несколько кофт. И вот тут собрала еще обувь. Наряды на первый день свадьбы. На второй. А мой чемодан тем временем пустует. Зато я взяла декоративку. Уже сложила, еще не принесла. И уход. Фу. Вау, саму хотите сомать. Эти смеси раки. Да. Захар говорит, город выглядит как лего. Вау. Какой высоты. Как лего, мама. Вау, муж лего. Мер лего. Каждому по чемодану. А папа говорит, возьми тележку. Тут же помощники растут. Ядер, Захар? Они легенькие совсем. У меня тяжелый. Поехали. Привет. Здравствуйте, Наданне. Привет. Привет. Вот удивительно, у мамы я никогда не останавливаюсь в своей комнате. Вообще в этом доме я с ними никогда не жила. Потому что, когда я переехала в Польшу, они переехали в этот дом. И мама всегда разрешает спать в их спальне. Здесь красивый шкаф. Я очень люблю эту комнату. Пока я нахожусь дома, сделала небольшой заказ в СЛ Ира. Мне пришло очень красивое красное платье. Я, скорее всего, надену его на второй день. И на всякий случай возьму его с собой. Мало ли что. И еще я заказала две вещи. У них сейчас грандиозные скидки. И сейчас можно купить что-то, что вы хотели, чуточку выгоднее. Я поделюсь с вами ссылками. А сейчас примерю, что тут у меня. Я тут с командой поддержки. В этом платье все мужчины будут у ваших ног. По-моему, я сделала правильный выбор. Я увидела его у Алины Чаровой. Мне оно настолько понравилось, что я сразу его заказала. И у нас для вас, как обычно, будет конкурс. Все условия самые простые. Я напишу все в инфобоксе. И вы можете выбрать любую понравившуюся вам вещь. Я в восторге от этого платья. Посмотрите, оно здесь идет на запах. И выглядывает кружево. Очень красивое, элегантное. И вот пока есть, посмотрите на Игнашика, пока есть хорошая акция на него, можно заказать даже на Новый год, на какой угодно праздник. Привет, да. Привет. Такой насыщенный, красивый красный цвет. Красивая мама, Игнаш? Да, спасибо, моя зайка. А это же сон-правленный. Да, у тебя тоже красный цвет. Красные шортики. Это все. Блондины. Мне кажется, что такой цвет очень хорошо подходит и брюнеткам, и блондинкам. На любое время года, на лето, осень, и даже зиму в нем не будет жарко. И вот мне очень-очень нравится. Я прям обалдею. И это платье, знаете, тоже самодостаточное, но не требует никаких дополнительных ярких аксессуаров. Просто скромные босоножки или лодочки. И на этом все. Как вам, мне кажется, что платье просто восхитительное. Еще заказала вот такой хлопковый комбинезон. Очень приятная ткань. Мы вскоре отправляемся в путешествие. Так что очень вовремя. Вообще, это кюлоты. Насколько я понимаю, на высоких девочках будут смотреться именно так. А мне, может, немножко нужно подрезать. Хотя, вот так смотрю, с каблуком очень даже симпатично. Смотрите, здесь комбинезон сделан на запах. То есть, видите, как все перематывается сзади и спереди. Можно завязать на бант или как там придумаете, а можно сзади. Но мне захотелось спереди. И также есть карманы глубокие. Мне кажется, что они больше для красоты. Такой приятненький. И последнее, это вот такой летний костюмчик. Он также выполнен из хлопка. Такой, знаете, отпускной вариант. На пляж куда-то. Шорты свободного кроя. Они на резинке. И топ завязывается сзади. Вот такие новиночки. В этом комплекте я останусь. И пойду, хотела сказать, на террасу. Нет, во двор наслаждаться последними летними днями. Спасибо, вы очень часто хвалите участок мамы. И спрашиваете, кто ей помогает. Это только вот здесь въезд. Это гараж. Никто. Мама сама за всем ухаживает. Иногда приезжает брат покосить газон. А так вот справляется. Вот такая она у меня молодец. Все, конечно, довольно сложно. Потому что территория не маленькая. Плюс еще плодовые деревья, которые садил папа. Кусты. То малины, то ежевики. Ежевику потом покажу. В этом году обалденный урожай. Она такая сочная, большая и сладкая. Даже Игнаша ел много. Груши, сливы, яблоки здесь. Покажу вам сливы. Они тоже очень большие. Их много. Гортензия уже цвела. Здесь у нас рядом лес. И утром так поют птицы. Я с непривычки от этого просыпаюсь. Но я думаю, что к хорошему быстро привыкают. И вот здесь слива. А ты нашла? Не знаю. Кто-то срывал на клумбе. Нужно идти выбросить. Очень много плодов в этом году. Они крупные, сладкие. Такие, как медовые. Но много червивых. Поэтому нужно стоять и внимательно выбирать. Обалденно. Сорвать с дерева и съесть. А мама заварила себе кофе. И наконец-то может просто посидеть и выпить горячий кофе. А не холодный. Посмотрите, чем я тут занимаюсь. У мамы в этом году просто супер урожай ежевики. Она очень-очень крупная. И сладкая. Но главное ее срывать тогда, когда она уже очень спелая. Вы такое видели прямо как гроздья винограда. Огромная. Смотрите, какую корзинку я насобирала. Как раз брат приехал. С Валей сейчас поделюсь. Уложила детей спать. И сейчас буду делать что-то со вкусом детства. Вафельный торт и с такой сгущенкой, которая была раньше. Сегодня приехал мой дядя из Беларуси. И привез настоящую сгущенку. Мы ее сварили. И отвалилась этикетка. Я уже много раз слышала, что в Беларуси до сих пор такая настоящая сгущенка. А не что-то наподобие. Оказалось, что дядя привез больше целых 6 баночек. Вот так они выглядят. Прям вообще как будто обратно в детство. Слушайте, реально вообще не такая по вкусу, как сейчас. В магазинах. Так что заказывайте сгущенку из Беларуси. У меня будет платье с открытой спиной. И оно не предполагает бюстгальтер. Поэтому я отправилась в H&M. И нашла там очень-очень много разных вариантов наклеек на грудь. Назовем это так. Потому что это не совсем бюстгальтер. Но, во всяком случае, все будет прикрыто. Я взяла себе вот такие. Но есть много разных. Я постараюсь для вас найти и оставить все в инфобоксе. И еще взяла вот такие носочки. Уже, наверное, не на сейчас, а на позже. Но все равно они классные. И они не сползают. При этом тоненькие. И обувь не жмет. Вот и настал тот самый день. Игнаша смотрит «Щенячий патруль». Поэтому побеседую с вами. Очень много гостей. Очень много хлопот. Я сильно переживаю за маму. Я думаю, что невеста волнуется еще больше. Но просто это первое такое большое торжество в нашей семье. И я сегодня мало спала. Хотя легла пораньше, чтобы выспаться. Чтобы были силы. Но вот когда не можешь чего-то дождаться. Я даже чувствовала себя как ребенок. Поскорее бы, поскорее бы. И просыпалась, чтобы не проспать. Чтобы все успеть. Короче, 4,5 часа сна за мной. И сегодня вечером наверняка будет такой адреналин. И в течение всего дня, что и так не будет хотеться спать. Я не знаю, какую я буду делать прическу. Потому что я сомневаюсь по поводу платья. Короче говоря, это настолько не важно. Что получится, то получится. И у меня тоже здесь нет каких-то знакомых мастеров. У мамы короткая стрижка. Поэтому мама на себе ничего не проверяет. Просто позвонила к кому-то там записалась. Так что будь как будет. И я буду красить маму. Тоже немножко переживаю. Мы вчера делали пробный макияж. Вроде все нормально. Я знаю, что выбрать. Но я все-таки непрофессиональный визажист. И хочется постараться, чтобы мама себя чувствовала комфортно. И чтобы все это держалось. Потому что будут наверняка и слезы, и довольно тепло. Хотя с погодой нам очень сильно повезло. Так как 28-29 градусов. Невесте не будет слишком жарко. И знаете, она не будет там сильно переживать по поводу макияжа. Как мне кажется. Чтобы все красиво выглядело там на фотографиях. Это тоже важно в такой день. Валюша. Это жена моего брата. Кстати, кто не понял. Они раньше расписались май. И сейчас решили сделать праздник в том месте, которое свободно в нужный им день. Чтобы был и тамадан. То есть ведущий. И диджея, по-моему, у них будет. Ну то есть, знаете, очень сложно договориться обо всем практически за год. А то сколько у них было времени? Нет, не год. Чуть меньше. Многие места заказаны за полгода. Ну в общем, они так решили. И мне кажется, это даже удобно. У них сейчас просто будет такой обмен обещаниями, скажем. И, ну вот, те, кто не присутствовал на росписи, для них будет сообразный повтор. Вот. И у Вали уже будет такое по-настоящему свадебное платье. Хотя мне очень нравилось, как она выглядела на самой росписи. Настолько нежно, настолько воздушно. И вот со вкусом, очень стильно. У нее очень хорошее чувство стиля на самом деле. И я уверена, что она все подберет. И все будет очень скромно, так элегантно. И участвовала ее мама и моя мама в организации. Она там с ними немножко советовалась. Конечно, с братом. Но мне кажется, что это должно быть очень-очень красиво. Было много разных деталей. И я не могу дождаться. Все. Еду в парикмахерскую. Вчера вот ходила сделать маникюр-педикюр, потому что не успела этим заняться в Польше. Я должна сказать, что вот мама говорила, девчонка только закончила курсы. Она настолько красиво сделала маникюр под кутикулу. И я очень-очень довольна. Я хотела короткие ногти. У меня тоже вот здесь такой красный цвет. И захотелось мне красных ногтей. Я вообще хочу сделать красные ногти, как-то полупрозрачный гель-лак. И приклеить сюда наклеечку. Очень много классных вариантов нашла на Али. Могу поделиться с вами тоже ссылками. Такие вот, знаете, стильные, скромные наклейки с какой-то фигурой одной. Или с чем-то. В общем, я уже придумала себе несколько идей маникюра. И вернусь, буду делать сама. Никак не могу созреть сделать ролик. Не знаю почему. Потому что, наверное, будет много критики. И я к этому не готова. Я делаю так быстро, как у меня получается. И чтобы я довольна была результатом. Но я не заканчивала никакие курсы. Короче, все, я пошла. Потому что я тут с вами могу болтать вечно. А потом везде опоздаю. Вот это все, папа. Наконец-то получили наши пригласительные. Брат присылал их в электронном виде, а в реальной жизни они еще красивее. Я даже не заметила, что это не просто конвертик. Вот смотрите, когда открывается, здесь еще одна проклейка, принт и их инициалы. Очень скромные, такие элегантные, классные. Я обожаю такой стиль. И вот описано Паша и Валентина. И здесь адрес. Игнат, пожалуйста, не стучи, кого приглашают. Вот и программа, во сколько сбор гостей. Здорово. Еще одна вот такая карточка с просьбой дарить. Хорошо, Игнат, рисуй. Игнат просто не может от меня отклеиться. С просьбой не дарить цветы, а вино. Вот, тоже очень мило. Иногда пишут прямо на пригласительных. Мы просили книги и вино тоже, насколько я помню. Боже, как красиво. Мы находимся в ресторане с Триполием. Я вам чуть-чуть все покажу. Какой обалденный зал. Я ничего не видела, ничего не расспрашивала. Мне интересно было, чтобы получился сюрприз. Я в восторге. Гости потихоньку собираются. И, по-моему, у всех уже легкий мандраж. Двою родной брат с девушкой. Идобно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 бокал морса и я переоделась и теперь я в курсе что у меня реально водостойкий макияж вот и подходит к завершению свадьба было очень весело так растрогали в конце что все плакали еще торт и все реально это была самая классная свадьба наверно за все все время очень красивый такой скромный блин ребята постарались и конечно же спасибо родителям для всю эту красоту и за такой вот праздник новой семьи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и все, еще одна дорогая сердцу фотография Вот я вам говорила, что я начала собирать такие распечатанные, очень красивые Иногда фоткаешься на телефон сто раз и такие фотографии не получаются А тут немножко помятая, но очень любимая И теперь вот точно начну организовывать уголок с моими открытками из жизни Все, всех целую и обнимаю, надеюсь, вам было интересно Пока-пока